Дагестан строит и ремонтирует рекордное количество школ в России. Этим летом в республике было открыто порядка семи детских садов на 1070 мест. А к сентябрю откроются еще 13 и 15 школ на 6582 места. Так, в текущем учебном году в Каспийске также были построены три детских сада на 250 мест. В этом году мы ожидаем сдачи меценатского сада на 100 мест. Надеюсь, что мы как-то покроем те большие очереди детей, которые у нас есть. Хотя, конечно, и это не панацея, нам бы еще таких же несколько садов. Но, тем не менее, есть чем похвастаться. Стоит отметить, что за последние шесть лет в городе введены в работу порядка шести новых школ. А также в этом году ожидается сдача очередной школы на 1024 места. И нового корпуса школы номер два имени Назарова на 300 мест. Кроме того, в некоторых дошкольных учреждениях в 2023 году планируется осуществить капитальный ремонт. В прошлом году по инициативе «Единая Россия» запущен очень хороший проект. Проект капитального ремонта детских садов. Нам повезло, в прошлом году мы участвовали. И наш восьмой сад попал в этот конкурс. В прошлом году провели капремонт в этом саду. В этом году у нас уже два садика участвуют в данном проекте. Это шестнадцатый сад и двенадцатый сад. И вот буквально недели, думаю, две-три максимум. И ремонт уже будет там уже на стадии завершения. Садики замечательно преображаются. А также под программу капремонта в 2024 году попали школы номер один и номер десять. Отметим, что всего по проекту рассчитано провести ремонт в десяти школах поочередно. Помимо этого, в новом учебном 2023-2024 году будут следующие изменения в системе образования. В этом году вся страна переходит на единые федеральные образовательные программы. То есть все школы страны, республики, города будут работать по единым программам. В этом году ставится Минпросом особая задача по профориентированности в образовании. Если в прошлом году мы еженедельно по понедельникам начинали в школах уроки с поднятия флага, с гимна, с разговора во важном, теперь у нас каждый четверг в каждой школе для шестых-одиннадцатых классов будет проходить единый урок о профориентации детей. Для педагогов также будет организован масштабный фестиваль педмастерства, где соберутся самые лучшие учителя республики. С недавнего времени стало также известно, что в текущем году образовательные учреждения перейдут на пятидневное обучение в неделю. По рекомендации Министерства образования большинство наших школ перейдут на пятидневный режим обучения. Мы сейчас работаем над этим, посмотрим, как получается, учитывая, что много учеников немножко трудно, но большая часть школ перейдет на пятидневку для всех. И я считаю, это хорошо. Почему? Потому что дети в любом случае в шестой день будут заниматься какой-то внеурочной деятельностью, какими-то секциями, какими-то кружками. Во-первых, это немножко отдых для детей, потому что слишком программы у нас объемные, тяжело. Отметим, что за последние четыре года наблюдается прирост учеников на более четырех тысяч детей, а в новом учебном году ожидается более 2700 первоклассников. Субтитры создавал DimaTorzok